Добро пожаловать на дебаты об Усной Торе. Я Айтан Бар, мессианский еврей. Рядом со мной сидит Рабби Хайм Шейтрид, директор еврейской семинарии Равин. И я слышал, что вы также писатель. У вас довольно много занятий. Хайм, прежде всего я должен сказать вам, что я не ваш враг или что-то подобное. Я очень уважаю вас и очень ценю то, что вы пришли сюда сегодня. И я даже восхищаюсь вами из-за этого, потому что я знаю, что люди пытались отговорить вас, но вы все же решили прийти, поэтому я очень ценю это. Сегодняшняя дискуссия посвящена следующему вопросу. Кроме письменной Торы, дал ли нам Бог также устную Тору? По сути, весь раввинистический закон основывается на этой концепции. А это значит, что если устная Тора не была дана Богом, тогда еврейский раввинистический закон потеряет свою силу. Итак, сегодняшняя тема — это вопрос происхождения устной Торы. Формат следующий. Хайм попросил меня позволить ему выступить первым, поэтому сейчас у него будет примерно 20 минут, чтобы изложить свои аргументы. Я говорю «примерно 20 минут», потому что мы будем гибкими, мы не в армии. Если кому-то понадобится несколько дополнительных минут, чтобы закончить то, что он должен сказать, это нормально. Затем у меня будет примерно 20 минут, чтобы представить свои аргументы. После этого у Хайма будет примерно 10-15 минут, чтобы ответить на мои аргументы, а затем то же самое сделаю я. После Хайм будет говорить примерно 5-7 минут, а затем снова я буду говорить 5-7 минут. Нас не будут прерывать ни слушатели, ни мы друг друга. Если один из нас говорит, все остальные должны хранить молчание. Хайм заранее попросил нас подписать соглашение, которое не позволяет нам вырезать какие-либо части видеозаписи. Это было сделано заранее, я подписал это соглашение. Мы взяли на себя обязательство не вносить изменения в запись. Я отдам ее вам, поэтому вы сможете все проверить. Итак, Хайм, вы попросили первым 20 минут. Удачи, мой друг. Я слушаю. Спасибо, спасибо. Поскольку мы оба верим, что Библия, по крайней мере, еврейские писания, это Слово Божье, поэтому первое, что мы должны понять, всякий, кто заявляет, что он говорит от имени Бога, должен пройти испытание, которое сам Бог записал в Библии. В книге Исаии, в 44 главе. Исаия, вы очень любите его. Моего сына зовут Исаия, и я тоже люблю его. Здесь сказано, или пусть возвестят наступающее и будущее. Что значит, если ты утверждаешь, что говоришь от имени Бога, который сверхъестественен, то ты должен быть способным предсказывать будущее в подробностях. Никто из людей этого не может. Если бы кто-то из людей мог это делать, он бы каждую неделю выигрывал в лотерею, потому что он может предсказывать будущее. Никто из людей не может предсказать номера, которые выпадут в лотерею, даже за 30 минут до этого. Серьезно. В Библии есть целый раздел под названием «Навиим» — пророки, о пророчествах, которые подробно предсказывают будущее. И это одно из свидетельств того, что записанная Библия — это действительно Слово Божье. Может ли устная Тора пройти этот тест? Сам Бог сказал, что с помощью этого теста можно определить, является ли это слово действительно Словом Божьим. И вот за последние 100 лет евреи пережили два великих события. Мы не будем рассматривать каждое пророчество в устной Торе. Мы сосредоточимся на пророчествах, свидетелями которых мы стали за последние 100 лет. И даже в этом случае мы затронем только основные события. Первая вещь хорошая — это государство Израиль, основанное в последние 100 лет. А вторая вещь, свидетельствующая о жестокости среди людей. Это ужасный холокост. Вначале поговорим о холокосте. Говоря о таких важных событиях в книге «Бытие» в 18 главе, Господь спрашивает Авраама, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» По сути, он говорит, «Содом, я не утаю это от него, такое важное событие. Вы действительно ожидаете, что я скрою это от него?» Следовательно, ожидается, что тот, кто получает Слово от Бога, будет знать великие вещи, которые произойдут в будущем. Теперь обратимся к пророчеству о холокосте. Пророчество в трактате Ктубот, 111 страница. Говорит, «И что они не должны отсрочить конец, что является одним из заклятий в песне-песне. Заклинаю вас, поклялись евреи, что они не задержат назначенное время». Мы знаем, что декларация Бальфора была подписана в 1917 году. Понимаете, это был мандат для Израиля в декларации Бальфора. И евреи должны были приехать в Израиль. И даже британцы задавались вопросом, «Почему же евреи не эмигрируют в Израиль, откладывая неизбежное, пытаясь избежать пророчеств, произнесенных пророками, о том, что мы вернемся в Израиль». И дальше сказано, «Святой благословен он, сказал еврейскому народу, если вы выполните клятву, не откладывая конец, хорошо, если же нет, то я предам вашу плоть, как газели и как лани полевых». Именно это в точности произошло во время ужасного холокоста. Трактат Могила, страница 6. «И Яков сказал перед святым, благословенно он, владыка вселенной, не даруй нечестивому Исаву желание сердца его, не его орудию зла, змама». Змам — это как собачий намордник, надетый на его морду. Не снимай намордник, это Гермамия. До холокоста, а также Виленский Гаон, и в период Гемары не существовало страны под названием Гермамия. Была страна под названием Германия. Не было Гермамии. Общепринятое объяснение гласит, что речь идет о Германии, то есть в Гемаре была ошибка переписчика. Гермамия? Германия. Гермамия из Эдома, так будто если они продолжат, то уничтожат весь мир. Кстати, они не могли уничтожить мир в эпоху Гемары. Они пользовались ножами, мечами, огнем в лучшем случае. Разрушение мира? Мы знаем, что во время Второй мировой войны была гонка за атомной бомбой. Гонка. Германия первая начала разработку секретного оружия. Эйнштейн, еврей, тоже был там. Они, немцы, сделали ошибку. Они взяли и выгнали Эйнштейна, лишив его немецкого гражданства. И Эйнштейн решил уехать. Я знаю одну статью на эту тему, она из интернета. В 1941 году у немцев уже были заводы по производству тяжелой воды и компонентов урана высокого качества. У немецкой армии были сотни ученых и инженеров, и казалось, что достижение цели для Германии было всего лишь вопросом времени. Именно об этом сказано, что Яков молился о том, чтобы немцам не удалось уничтожить мир. Мы знаем, что сделал бы Гитлер, если бы у него были атомные бомбы, если бы он разработал ее прежде, чем США. Что помешало атомным бомбам попасть в руки Гитлера? Множество сделанных глупостей, и одной из них была слишком ранняя высылка Эйнштейна и лишение его гражданства. Эйнштейн был тем, кто убедил президента Соединенных Штатов сделать значительный вклад ресурсов, 300 мест, я думаю, сегодня стоимостью в миллиарды долларов в развитии ядерной бомбы. Именно об этом и сказано, если они продолжат, и Яков молился, чтобы они не уничтожили весь мир. Идем дальше. Конец периода Холокоста. В книге «Исфирь» мы видим окончательное решение, именно так, как это произошло с Гитлером. Дважды в истории окончательное решение еврейской проблемы. Один раз с Гитлером, и один раз в книге «Исфирь», как вы знаете, с Аманом. В «Эстер-Раба» в третьей главе сказано, что каждый раз, когда в книге упоминается царь, тогда пшат царь Ахашвирош. Текст не теряет своего самого простого значения. Я надеюсь, я не сказал пока ничего из того, что вы не знаете. Я заметил, что иногда в своих видео вы говорите об этом. Мы также говорим, текст не теряет своего самого простого значения. Так сказано в трактате «Шаббат». Согласно пшату, царь относится к Ахашвирошу. Но у вас также есть драж. Царь относится к Богу. Теперь давайте посмотрим на драж, который, насколько я знаю, вам не нравится. Я бы даже сказал, что вы презираете этот драж. Давайте посмотрим на то, как продолжается книга «Исфирь». Согласно хазальмудрецам, когда говорится «царь», это относится к Богу. Согласно пшату, к Ахашвирошу. Согласно дражу, к Богу сказано «И сказал царь царицы Исфири». Просто царь, не Ахашвирош, то есть Бог. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек и 10 сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое? И оно будет удовлетворено. И сказал Исфирь, если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра. Завтра означает «в будущем». Как хазаль также повторяет, что много раз евреи, которые в Сузах, что значит, что это не может быть благодаря евреям во время Холокоста. Хазаль говорили, что они стали религиозными, чего не могли сделать 48 пророков. Они сняли кольцо Амана, когда думали, что их конец близок, если евреи становятся религиозными. И евреям в Сузах было позволено делать то же и завтра, что сегодня. Что значит, что точно так же, как многие ненавистники евреев были убиты в настоящем, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве. И действительно, видите, в Википедии есть страница, и это не религиозная энциклопедия, понимаете? Я выделил ту часть, которую хотел бы обсудить сейчас. С 1945 по 1949 год было осуждено 5025 военных нацистских военных преступников. Многие были казнены, а многие другие были приговорены к пожизненному заключению. Другими словами, это именно то, о чем просила Эстер, но она просила, чтобы 10 людей были повешены. Сыновья Амана. Согласно Маймониду, мой сын также значит мой ученик. Много раз, как мы слышали, мой сын означает мой ученик. Или же вы можете сказать, от семени Амана, потому что они видели, что это были ядомляне, как и Аман. Так утверждает Гемара. Так сказано, что Эстер попросила о десятерых. Но как вы можете видеть на этой фотографии, я не знаю, всем ли видно, нет, не видно. Но на суде их было 11. 11 людей было приговорено к смерти. Но один из них совершил самоубийство, потому что Эстер попросила убить многих из них. Но повесить только десятерых из них. Не больше десяти. Менее ста лет назад людей не вешали. Вместо этого были электрические стулья. Однако Эстер желала, чтобы их повесили, даже несмотря на то, что был международный закон, запрещавший повешение генералов. Но их все равно повесили. Она также попросила, чтобы их повесили на дереве. А если вешают, нужно использовать металл. Но нет, Эстер попросила о дереве, и она попросила повесить десятерых из них. Это именно то, что она получила, согласно драшу Устной Торы. Теперь давайте перейдем к тому, что я считаю самой удивительной частью. О каком годе мы говорим, согласно еврейскому календарю, который основан на Устной Торе, учении Хазаль, мудрецов, и записан в Седер Олам? Согласно нашему календарю, сейчас 5781 год. То есть это текущее время. Какой точно это был год? Вы не можете просто удачно угадать. Это было записано только один раз. Поэтому нужно понять правильно, потому что пророчество должно быть точным. Если оно не точно, это не пророчество. Если оно дано Богом, оно должно быть совершенно точным. Позвольте показать мне, что у нас здесь есть в книге Исфирь. Кстати, могу гарантировать, что эти вещи уже были упомянуты Виленским Гаоном, но это не имеет значения. Нам не нужна каббала. Книга Исфирь ясно утверждает, вы можете сказать мне, что это просто совпадение. Буквы четкие. Во всей Библии всего около 50 букв, согласно нашей традиции, традиции Устной Торы, которые или больше, или меньше строки. Все остальные буквы – обычные буквы. Здесь есть четыре различные буквы, указывающие на точный год. Тав и Шин. Вот картинка. Я надеюсь, вы можете это хорошо видеть через камеру. Зайн и Большая Вав, поскольку это шестое тысячелетие. Если это от ноля до тысячи, тогда мы называем это первым тысячелетием. Это то, что мы называем 21 веком. Шестое тысячелетие – ровно один раз. Здесь нет никаких удачных догадок, только одна. Они просто знали правильный ответ, год, который я только что назвал, согласно книге в Устной Торе. Давайте продолжим. Я рассказываю вкратце, потому что есть очень много деталей для обсуждения, согласно одной только Устной Торе. Но перейдем к пророчеству об Израиле. Трактат Шаббат, страница 130. Пусть большинство народа Израиля продолжает исполнение заповедей об Рязани с радостью и даже рвением. Теперь посмотрите, если бы я был светским, я думаю, что первая заповедь, которую я отменил бы, это была бы заповедь об об Рязани. Жестокое обращение с беззащитными несовершеннолетними. Я слышал о том, что недавно Верховный суд просили обсудить этот вопрос, потому что мы говорим на эту тему. Их не волнует то, что вы соблюдаете Шаббат. Но об Рязани – это совсем другая история. Вы можете быть соблюдающим Шаббат, это ваше право, но о жестоком обращении с несовершеннолетними не может быть речи. Пророчество, которое мы здесь видим, просто удивительно. Оно говорит о том, что большинство евреев будет делать об Рязани, а они будут делать это с радостью и большим посвящением. Почему я говорю о пророчестве об Рязани? Какое это имеет отношение к Израилю? Потому что в книге Зоар, часть 2, страница 124, говорится, что благодаря Бритмиле, заповеди об Рязани, действию, которое евреи будут продолжать делать, даже если они не будут настолько религиозными, евреи вернутся в Израиль. Вот почему это имеет прямое отношение к Израилю. А сейчас я расскажу о кое-чем действительно удивительном, кое-чем удивительном с моей точки зрения. У меня здесь, согласно этому разделу энциклопедии МОТА, я знаю, что это энциклопедия для детей, не волнуйтесь, я также проверял по другим энциклопедиям, включая и еврейскую энциклопедию. Здесь написано, что во время независимости в Израиле будет около 600 тысяч евреев. Это достаточно точное число, вы знаете, 600 тысяч. Итак, нам нужно, чтобы это было слово от Бога, так? В нем четко говорится, что это Божий суд, пророчество точного характера. Библия ясно говорит об этом. Это записано в Ялкут-Шимонии, где говорится о стихе из Исхода, что будет чуть больше 600 тысяч. 600-700 тысяч, поэтому мы говорим 600 тысяч. Если Библия говорит 600 тысяч, это означает немного больше. Но сказано 600 тысяч, 600-700, потому мы говорим 600. В нем ясно, строго говорится, что это то, что будет в будущем. Будущее возвращение, именно так, как говорили пророки. Будет 600 тысяч. Видите? Я только что показал вам Мата. В ней четко говорится, что еврейское население будет 600 тысяч. Кстати, ученики Агра, Гаона Виленского, которых Агра поощрял мигрировать в Израиль, они спрашивали его, считаешь ли ты, что мы можем заставить пустыню цвести? И он отвечал, да, когда вы достигнете населения в 600 тысяч. Это слухи, это не мой главный аргумент, но есть слухи, что Агра сказал им, когда вы достигнете населения в 600 тысяч, как сказано в этом Медраше, вы добьетесь успеха. Мы знаем, что в Израиле были евреи, но не 600 тысяч жителей. Они прибыли, достигли населения в 600 тысяч, и Израиль стал независимым государством. Я могу продолжать. Кстати, если вы хотите мне сказать, что будет 600 тысяч только мужчин, потому это неверно, потому что должно быть 600 тысяч мужчин и женщин. Но если хотите, вы можете почитать дополнительные писания. Трактат Ирувин на странице 6 четко излагает и изъясняет эту тему. Традиция большинства. Что мы учим из Библии? 600 тысяч. Что это число состоит из того, что написано. Таким образом, мы можем узнать только то, что было написано, даже несмотря на то, что это включает в себя женщин и детей, хотя здесь были только мужчины. Вот почему это даже не вопрос, это было четко сказано. И это традиция, кстати, которая также является важной. Хотя я никогда не видел противоположного мнения, но мы проигнорируем это. Вы должны изучать только записанные стихи, а не незаписанные. Не сказано о женщин и детях. Тора только говорит о посчитанных людях, что значит, что в это число должны входить только те, которые были посчитаны. В любом случае, я могу продолжать говорить на эту тему, но есть еще одна очень интересная вещь. Бог знает будущее. Правда? Мы оба можем с этим согласиться. Мы только утверждаем, что мы также получаем некоторую информацию о будущем из устной торы, поэтому мы узнаем, что она пришла от Бога. И более того, я думаю, что Бог дает нам необходимые средства, чтобы противостоять атеистам. Бог также дал нам их в Библии. Так же, как и в Библии, Бог дал нам необходимые средства в устной торе. Я искал самый сложный вопрос, который когда-либо задавали атеисты, и вы можете сказать мне, что я не прав. Но я думаю, что на следующий вопрос сложнее всего ответить. Кстати, я думаю, что в трактате Хагига на 16-й странице упоминается эволюция. В нем сказано, что Бог создал этот мир на развалинах Старого Мира. Это означает, что до этого были другие миры. Четко сказано, что они не были настолько хороши, как этот мир. В Каббале сказано, что это второй раз, когда человек странствует по земле, и четвертый раз, когда существует мир. Первый человек — это четвертый раз, когда он скитается по земле. Но ничего, я думаю, это маловажный вопрос. Сколько лет нашему миру? Это незначительный вопрос, который также был отвечен в Устной Торе. Я думаю, что самый сложный вопрос — это тот, который я упомянул выше. Видите? Это видео, которое на YouTube, создано атеистами. В нем утверждается, что у них есть убедительные доказательства, их мнение, что люди произошли от обезьян. Смотрите, в нем показаны схожести. Это фотография Обамы, как представителя людей, окей? Видите? Затем показаны гены. И только крошечная разница между людьми и обезьянами. А теперь он показывает, что даже он сам видит схожести между людьми и обезьянами. Затем вы можете увидеть ниже, что он говорит нам, посмотрите на числа, как можно добиться такой точности. Для него это окончательное доказательство того, что люди произошли от обезьян. Но здесь этот атеист говорит сам. Здесь он говорит, что, возможно, обезьяны произошли от людей. Или наоборот, он это признает. Но он не верит, что есть научная возможность того, что обезьяны произошли от человека. Но все же, трактат Сангидрин, страница 107, ясно говорит о том, что некоторые люди были превращены в обезьян в Абиллонской башне. И, кстати, там говорится о четырех вещах. И, согласно Маймониду, эти четверо являются, по сути, четырьмя видами обезьян, человекообразных обезьян. Есть такие приматы, обезьяны с хвостом. Современная наука называет их человекообразными обезьянами, но Хазаль называют их обезьянами. Вы видите, как Хазаль тщетно пытались это объяснить? Этот великий вопрос. Да, существует связь между шимпанзе и людьми. Они связаны, но порядок другой. Люди не произошли от шимпанзе. Это даже не вопрос. Но Гемара утверждала задолго до того, как это сделала наука, что они связаны, что шимпанзе произошли от человека. Поскольку у нас не так много времени, я хотел бы сказать, что я знаю одно пророчество из Нового Завета. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но сказано. И когда Иешуа приблизился к городу Иерусалиму, то смотря на него, заплакал о нем и сказал, «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне». Я знаю, что Иерусалим до сих пор стоит. Кстати, даже храмовая гора и то, что внутри нее, это больше, чем просто основание. Вы можете найти фотографии на YouTube. Проверьте. Он сказал, «Не оставят в тебе камня на камне». Я утверждаю, что Иешуа не прошел библейское испытание. Он не знал будущего. Мы можем видеть, что Иерусалим до сих пор стоит и даже растет. Книга Второзакония в 18 главе утверждает, что пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово. Там он сказал, что это произойдет, а этого не произошло. Верно? Значит, он никогда не говорил от имени Бога. Серьезно. Я знаю, что у вас есть оправдание этому. Я думаю, что если вы посмотрите на это, как оно есть, и на самом деле я просто кратко изложил это, потому что у меня всего 20 минут для речи. Я думаю, что если вы посмотрите детали, вы увидите, что они не могли этого знать 2000 лет назад, даже 1000 лет назад или 1700 лет назад, когда был написан Талмуд. Поэтому мы можем сказать, что это пришло от Бога. Кстати, поскольку я заметил, что у меня осталось еще 1-2 минуты времени, позвольте сказать, на самом деле Тора, Библия, основывается на Завете Моисея. Во всяком случае, таково наше мнение. Завет Моисея. Откуда мы знаем, что он не просто утверждал, что получил это от Бога? Завет Моисея в тот день родился целый народ, и он существует до сих пор. В устной Торе также никогда не упоминается Раби Акива. Мы знаем, что была группа людей, которая изучала устный закон. С другой стороны, в отличие от Иисуса, Магомета и почти любой другой религии, все началось с одного человека. Другими словами, это целый народ. 2,2 миллиарда верующих, и все из-за одного человека, который что-то говорил. И они никогда не видели его лично. Это было записано после того, как он умер. Но это не важно сейчас, даже если некоторые... Мы также верим в то, что был человек по имени Ишуа, но мы не считаем его истинным пророком или божественной личностью. Это было краткое изложение того, что я хотел сказать. Прошу. Это все. Спасибо. Перед тем, как представить свои аргументы, я хотел бы внести ясность и сказать, что я действительно верю в Бога, и я верю, что письменная Тора и вся Библия являются божественным творением, созданным под водительством Духа Святого. Что же касается устной Торы, я не сомневаюсь в том, что в ней можно найти прекрасную традицию, равно как и множество мудрости. И поскольку в ней написано так много всего, конечно же, мы можем найти в ней очень много мудрости. Вы знаете, как еврей, я очень люблю праздновать еврейские праздники. Я надевал кипу на своей свадьбе, но для меня это просто культура. Еврейская культура, моя израильская культура. Я не думаю, что это имеет какое-либо отношение к устной Торе или Богу Израиля. Я не верю, что эти традиции пришли от Бога, даже несмотря на то, что они прекрасны, и они мне нравятся. Поскольку у меня около 20 минут, как и у вас, я решил записать свои аргументы, чтобы не отклоняться от темы и не превысить лимит времени, иначе я бы говорил целый час. Если вы читали мою книгу, которую я написал в соавторстве с доктором Галаном Броши, «Разоблачение мифа о раввинистическом устном законе», вы, вероятно, знаете, что мы представили в ней все наши аргументы. Я кратко изложу 10 из них. Давайте начнем. Первый аргумент состоит в том, что в письменной Торе и на самом деле во всей Библии никогда не упоминается устная Тора. Представьте себе, что ваш домовладелец входит в вашу квартиру, забирает ключи от вашей новой машины, которую вы купили, и уезжает, утверждая, что это написано в контракте. Вы спрашиваете его, «О чем ты говоришь? Я знаю контракт, и в нем никогда не упоминалось ничего подобного». А он отвечает, что это правда, этого нет в письменном контракте, но в устном контракте есть то, что дает ему возможность пользоваться вашей машиной. Это может казаться немного странным, но это как раз логика раввинистической идеи устной Торы. Устная Тора должна быть неотделимой от письменной Торы. Правда? Цитирую раби Шемшона Рафаэля Хирша. Невозможно понять Тору без знания устной Торы. Если это правда, то мы могли бы ожидать, что в письменной Торе и в Библии устная Тора упоминается тысячи раз. Не так ли? Напоминаю, что Библия — это не короткая книга, и она писалась на протяжении более полутора тысяч лет, так? Вот, например, два из основных терминов Библии — «Израиль» и «Бог». Каждый из них встречается в Библии не менее двух с половиной тысяч раз. Сколько же раз встречается в Библии выражение «Устная Тора»? Ноль. Ни разу. Если вы найдете этот термин в Библии, я дам вам миллион шекелей, а у меня нет такого количества денег. Как же можно ожидать, что кто-то будет верить в устную Тору, если в письменной Торе она никогда не упоминается? Это все равно, что сказать, что главный герой властелина колец не Фродо, а Рабби Мардыхай Вакнинус, хотя в книге об этом не написано. Такой персонаж не упоминается ни разу. Это именно то, о чем вы меня просите. Кстати, термин «Устная Тора» не упоминается даже во внешних источниках. Этот термин не встречается. На самом деле, впервые термин «Устная Тора» упоминается в самой устной Торе. Это просто замкнутый круг. Это ничего не объясняет. Это мой первый аргумент. Второй аргумент заключается в том, что сам Моисей, тот, кто получил Тору, не знал об устной Торе. Если Моисей, который получил письменную Тору, также получил и поясняющую устную Тору, то как же так получилось, что во многих случаях он не знал, как применить заповеди? То есть, когда его спрашивали. Есть по крайней мере четыре различных случая в Левит 24, числах 15, числах 9 и числах 27. И люди приходят к Моисею, Моисей говорит, «Я не знаю». Затем он спрашивает Бога и ожидает ответ. Какой же в этом смысл, если он получил разъясняющую Тору, устную Тору, которую он знает, она же была ему дана? Третий аргумент. Герои и авторы Библии не признавали и никогда не упоминали устную Тору. Прежде всего, кто главный герой Библии? Конечно, Бог. Он говорит с евреями о письменной Торе, он вспоминает ее сотни раз, он постоянно вспоминает ее, цитирует ее на протяжении всей Библии, и тем не менее, он никогда не упоминает устную Тору. Ни разу. Как такое может быть? То же самое касается и других героев. Ни Моисей, ни Иисус Навин, ни царь Давид, ни Еремия, ни Исаия, или даже Ездропесец, который воскресил Тору, ни один из священников, царей или библейских авторов на протяжении периодов полторы тысячи лет, никто из них не описан как человек, практикующий заповеди из устной Торы, изучающий устную Тору, учащий других устной Торе, цитирующий устную Тору, упоминающий устную Тору, или хотя бы судящий людей согласно правилам устной Торы. Кроме того, никто никогда не был осужден за нарушение одной из заповедей устной Торы. Это все равно, что сказать мне, что в Цахал есть подразделение мумитролей, являющееся самым большим и самым сильным подразделением армии, но никто никогда не слышал о них, не говорил о них, не знал о них и не видел их. Ни начальник генштаба, ни генерал, ни один офицер никогда не упоминали его. Как же это может быть, что они настоящие? Четвертый аргумент. В самой письменной Торе утверждается, что все было дано только в письменной форме. Завет Моисея был договором, договором между Богом и народом Израиля. Этот договор и все условия, записанные в нем, были даны только в письменной форме, и это именно то, что говорит нам Тора десятки раз. Я хочу процитировать всего несколько моментов. Исход 24.4. «И написал Моисей все слова Господни». Исход 34.27. «И сказал Господь Моисею, «Напиши себе слова сии, ибо в всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». Второзакония, 31.9. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам». Это важно, я вернусь к этому позже. Книга Иисуса Навина, 8.34.35. Должно быть самая мощная цитата. «И потом прочитал Иисус все слова закона, благословения и проклятия, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля». Сотни лет спустя, Третья книга Царств, 2.3. «И храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеева». Где написано? В Торе Моисея, не в устной Торе, а только там. Все это похоже на то, как будто кто-то понимал, что в будущем у кого-то может возникнуть новая идея, и он скажет, «У меня есть дополнительные части Торы, но они устные, потому вам надо прийти ко мне». Так? Потому, чтобы предотвратить это, Библия продолжает повторять снова и снова и снова, что все было дано в письменной форме. Юридический договор работает точно так же, чтобы вы не могли сказать, «Да, я знаю, что есть договор, который мы подписали, но у меня есть дополнительная устная версия, вы можете найти ее здесь». Понимаете? Это так не работает. Пятый аргумент. У устной Торы нет преемственности. Если мы говорим о Торе, которая передается из поколения в поколение, то она всегда должна оставаться последовательной. Если бы устная Тора была настоящей, она должна была быть идеально последовательной и бесконечной. Это именно то, что сказал Рабби Юваль Шарло. Цитирую. «Традиция истинной Торы передавалась из поколения в поколение. Мы не можем пропустить поколение и как-то иначе подтвердить ее истинность». Рабби Ихескель Сафер также говорил об устной Торе. Цитирую. «Эта цепь никогда не прерывалась ни на один день, и она живет и в наше время». Но Библия полностью этому противоречит. «В 7 веке до н.э. первосвященник Хилкияу бен Шалом нашел свиток Торы в храме в Иерусалиме. Он принес его писцу Шафану, «Севне» в синодальном переводе, и Шафан прочитал его царю, и царь разодрал одежды. Почему? 4 книга Царств 22.13. «Потому что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Если бы устная Тора действительно передавалась последовательно, у евреев не было бы проблем с соблюдением законов Торы. Здесь есть определенное серьезное логическое противоречие. Итак, в результате находки Торы в Иерусалимском храме царь приказал праздновать Песох впервые с времени после периода судей, спустя сотни лет. Царь сказал, цитирую, «Совершите Пасху Господу, Богу вашему», как написано в всей книге Завета. 4 царств 23.21. Почему? Конечно же, потому, что такой Песох не совершался со дней судей. Если бы действительно существовала устная Тора, которая передавалась непрерывно, как такое могло быть, что ни один еврей не знал, как праздновать Песох в течение сотен лет? Отсутствие знания доказывает, что не было никакой устной Торы, не говоря уже о том, чтобы она передавалась последовательно. Шестой аргумент. Эфиопские евреи противоречат устной Торе. Мы знакомы с евреями из Эфиопии, мы знаем, что они очень религиозны. И тем не менее, когда они прибыли в Израиль, они ничего не знали об устной Торе. Почему так произошло? Потому что эти евреи были изгнаны в Эфиопию до периода второго храма, что значит, что они никогда не встречались с устной Торой и ее традициями, которые были изобретены фарисеями и постжировинами. Профессор Майкл Карендли, специалист по эфиопскому иудаизму, написал в своей книге «Эфиопский иудаизм. Идентичность и традиция», что евреи Эфиопию не были знакомы с устной Торой. Цитирую. Они не знакомы с устной Торой, потому что она была написана в период второго храма. Доктор Йоси Циф, специалист по Талмуду из университета имени Бар-Илана, Ромат Ган, Израиль, также признает, что традиции евреев в Эфиопии противоречат устной Торе. Затем он приводит нам пример в своей книге. Мы также обсуждаем его в своей книге, но достаточно на эту тему. Седьмой аргумент. Священство вместе с Уримом и Тумимом противоречат устной Торе. В книге «Исход» в 28 главе говорится об Уриме и Тумиме. Урим и Тумим использовались для получения прямых ответов Бога священникам, когда они не знали ответов на вопросы народа. Это значит, что само существование Урима и Тумима доказывает, что у них не было разъясняющей устной Торы, иначе зачем бы им нужны были Урим и Тумим? Как мы все знаем, священникам было поручено соблюдать Тору, как она написана, и позже они стали саддукеями. Если устный закон был дан вместе с записанной Торой, тогда она была бы и у саддукеев. Но саддукеи, как мы знаем, не верили в устную Тору и полностью отвергали все то, что было придумано фарисеями. Полностью. Как вы, будучи теологически говоря потомком фарисеев, можете объяснить это? Восьмой аргумент. Современная наука противоречит устной Торе. Я верю, что Бог явил Себя человечеству двумя способами. Через священные списания, с чем мы оба согласны, а также через общее явление, то есть через свое творение. То есть, если устная Тора пришла от Бога, она не должна ни в чем противоречить науке. В нашей книге мы собрали список противоречий. Я хотел бы представить 12 из них из устной Торы. Начнем. Согласно талмудическому трактату «Ктубот», вы можете проверить девственность женщины, посадив ее на бочку с вином. Если она девственница, запах вина блокируется ее девственной плевой, и он не поднимается вверх. Но если она не девственница, запах вина пройдет и выйдет из ее рта. Рабби Гамлиэль, если я правильно помню, принюхивался и говорил, является ли женщина девственницей или нет. Некто задал вопрос Рабби Арьештерну об этом разделе устной Торы. И помните, это не просто какой-то раввин, это главный раввин Иерусалима и глава Института Чистой Галакхи. И по иронии судьбы он написал следующие слова в ответ, цитирую, «Мы не можем это объяснить. Возможно, природа, то есть природа человеческого тела, была тогда другой». Следующее. Согласно трактату Шаббат, страница 78, протирание глаз кровью летучей мыши лечит болезни. Мало того, что наука противоречит этому. Я, кстати, рекомендую вам держаться подальше от летучих мышей и их крови, чтобы не заразиться еще каким-нибудь видом коронавируса. И мы знаем, что эта традиция пришла из языческой культуры со времен фараонов. Вы можете также найти ее в исламе. Говоря о летучих мышах, согласно трактату Бехо-Рот, страница 7, летучие мыши откладывают яйца. Согласно науке, это не так. И я видел на интернет-сайте Хидабрут, что Рабби Минаша Исраэль привел некий акробатический аргумент, пытаясь это объяснить. Одна вещь, которую он сказал, очень мне запомнилась. Цитирую. Есть более тысячи видов летучих мышей. Возможно, один из них откладывает яйца. Я не думаю, что это так работает, но ладно. Согласно трактату Бехо-Рот, страница 59, звук грома, который мы слышим зимой, производится облаками, когда они трутся, а звезды в небе. Это не так. Согласно трактату Шаббат, страница 27, вши появляются из человеческой плоти и пота. Насколько нам всем известно, это также неправда. Согласно трактату Хулин, страница 127, есть такой вид крыс, которые наполовину состоят из земли, наполовину из плоти. Никогда не встречал таких крыс. Согласно трактату Хулин, страница 45, трахея разделяется на три направления. Легкие, печень и сердце. Что, конечно же, тоже неверно. Согласно трактату Нида, у женщины, кормящей ребенка грудью, не наступают женские дни, потому что кровь превращается в молоко, которое затем пьет ребенок. Что, конечно же, неправда. Раби Штайнслетс, в пояснении к трактату Нида, страница 9, сказал, согласно Раби Мэиру, пока она кормит грудью ребенка, ее кровь становится мутной, и затем она превращается в молоко. Магия. Согласно Раши и трактату Бехарот, страница 8, есть морские существа, которые наполовину являются людьми и наполовину рыбами. Понимаете? Русалки. И как они появились? В результате спаривания человека с дельфином. Раши называет их сиренами. Их тоже никто никогда не видел. Возможно, они живут где-то там с этими крысами из земли, я не знаю. Интересно, что еще задолго до периода Хазаль такие существа упоминались в греческой мифологии. Разница лишь в том, что они знали, что это был просто миф, и все это не соответствует действительности. Это нимфы, полурыбы, полулюди. Знаете, как они назывались? По странному совпадению так же, сирены. Согласно трактату Берракот, страница 28, позвоночник человека состоит из 18 позвонков, в то время как наука говорит нам о том, что их на самом деле 24. Согласно трактату Йома, страница 84, чтобы вылечить бешенство, необходимо поймать гиену, снять с нее кожу и написать на ней следующее заклинание. Звучит как колдовство. Согласно Берешит Раба, страница 20, ежиха беременна в течение трех лет. Согласно науке, это длится не более шести месяцев. И это лишь несколько примеров. Девятый аргумент. Почти все. Низкий уровень этики в устной торе, что, как лично я считаю, не может представлять Бога Израиля. Я бы хотел обсудить две вещи. Первая — это статус женщины. Вторая — это расизм в устной торе. Давайте начнем с женщин. В Библии мы видим женщин, которые играли роль пророчец, цариц, судей, лидеров и другие ключевые роли. В раввинистической галахе, с другой стороны, женщины не просто были изгнаны на кухню, но они стали частью собственности. Мужской собственности, конечно. Несколько примеров. Главный сефардский раввиниц Хак Йосиф постановил, что женщины порабощены своим мужьям для того, чтобы готовить для них и убирать. Откуда он это взял? Маймонид, еврейский брачный закон, страница 21, утверждает, цитирую, «Всякий раз, когда женщина уклоняется от выполнения какой-либо работы, которую она обязана исполнять, ее можно заставить это сделать даже с помощью розги». А в законах о запретных половых сношениях, страница 21, Маймонид постановил, цитирую, «Таким образом, мужчина может делать все, что он желает со своей женой. Он может иметь с ней близость, когда он хочет, целовать любой орган, который хочет, совершать вагинальный или анальный половой акт, или вступать в близость без согласия». Кстати, сегодня мы называем это изнасилованием. Раби Давид Ибн Зимра провозгласил, цитирую, «Если она не поступает согласно нашему закону, он имеет право мучить ее, бить ее и вернуть ей славу, потому что она его собственность». Согласно трактату Брахот, страница 24, женщинам запрещено петь, и они должны прикрывать свои тела, включая свои волосы, чтобы мужчина, не дай Боже, не соблазнился этим. Кстати, в Новом Завете Ишуа сказал, что «Если твой глаз, мужской глаз, соблазняет тебя, ты должен его вырвать, а не обвинять женщину». В трактате Песахим, то софисты постановили, что женщине нельзя проверять дом на хамец, квасное. Почему? Потому что она ленива по природе, и ей нельзя доверять. В Берешит Раба, Раби Игошуа утверждает, что в отличие от мужчин, женщина по своей природе воняет, потому она должна использовать духи, чтобы скрыть свой ужасный запах. Раби Игошуа Вейтсман, глава Ишива Маалота, согласился с ним и сказал, цитирую, «Для женщины, естественно, использовать духи, потому что ее природный запах не так хорош». Так сказали Хазаль. Мужчина же, с другой стороны, не нуждается в духах. Я не знаю, как обстоят дела в Маалоте, но я бы хотел, чтобы он вместе со мной побывал в Иерусалиме в августе. Мы бы проехались в автобусе и увидели, правда ли это. В Талмуде, трактат Шаббат, страница 152, сказано, что женщина подобна сосуду, наполненному фекалиями и кровью, но глупость заставляет мужчин бежать за ней. Цитирую, «Женщина — это, по сути, флакон, полный фекалий, а ее рот наполнен кровью, и все они бегут за ней с желанием». Раби Юваль Шарло признает, что, цитирую, «Амараи, те, кто сказал это, вероятно, считали женщин презренными существами». И мы говорим об Амараях и в еврейских мудрецах, а не о каком-то Йоси Мизрахе, правда? Есть много других примеров, но этого достаточно. Давайте перейдем к расизму. Я не верю в то, что Бог любит какую-то часть своего творения больше, чем другие. Я почти закончил. Тракт Сангедрин, страница 104, запрещает нам дружить с язычниками и даже приглашать их домой. Раби Элиэзер Танай писал, что обедать с язычником – это все равно, что обедать с собакой. Мудрый бен Авраам вторит этому и пишет в Галахешхита. Язычники подобны животным, они как ослы. Мудрый раби Ицхак бен Шлома писал следующее в «Древе жизни». У язычников нет духа или души, и они даже не равны животным, которые кошерны для пищи. Даже сегодня. Посмотрите, что раввины говорят сегодня. Раби Рафаэль Зар говорит о русских женщинах в Израиле. Анастасия, заткни уши, тебе не стоит это слышать. Цитирую. Улицы полны гоев. Их так много в Израиле, что их продают за фунт. Этот парень в компании со Светланой, а со Слом. Гемара говорит, что их плоть то же самое, что плоть ослов. В книге о Галахот, царских законах, собранных, если не ошибаюсь, раби Ицхаком Шапира, поясняется заповедь Торы «Не убивать». И там сказано, цитирую. Эта заповедь говорит только о ситуации, когда евреи убивают еврея. Убийство не еврея не включено в эту особую заповедь «Не убей». Раби Ишмаэль писал, что даже хороших язычников должно убивать. Даже самый праведный язычник заслуживает того, чтобы быть убитым. Последняя краткая тема – это вопрос о том, какой именно устной Торе вы следуете. Вот кое-что, о чем раввины не любят говорить. Есть несколько различных версий устной Торы, по крайней мере, что касается Мишны. И на сегодня существует, по крайней мере, три ее вида в полной форме. Манускрипт Кауфмана, Пармский кодекс и Лу. Они часто противоречат друг другу, и иногда эти противоречия действительно критичны. Если вас это интересует, вы можете найти описания в книгах, таких как книги доктора Арфеля Цвифентух и профессора Шимона Шарвета. Кроме того, Давид Розенталь, изучающий Талмуд в еврейском университете, утверждает, что эти версии, которые противоречат друг другу, затрудняют определение того, какая же из них является оригинальной, а какая нет. Поэтому я был бы рад узнать, какой из трех версий устной Торы вы следуете. Итак, это были мои аргументы. Буду признателен, если вы ответите на каждый из них. И теперь мы возвращаемся к вам. И так вы можете отвечать. Прежде всего, вы задали здесь около 50 различных вопросов, если можно так сказать. Я могу отвечать на них один за другим, но это займет немного больше, чем 10 минут. Можно 15. 15 минут не хватит, если мы хотим серьезно к этому отнестись, не так ли? Но я отвечу на главные вопросы, хорошо? Вы постоянно спрашиваете, почему понятие «устная Тора» нигде не встречается в Торе? Может быть, стоит задать другой вопрос? Как получилось так, что это не было записано? Вместо «почему это не было записано?» Вот что мы спрашиваем. Как получилось, что это не записано? Давайте сделаем еще один шаг. Почему не были записаны основные части устной Торы? Это еще один вопрос. Хазаль уже ответили на него. Перкей де Раби Элиэзер ясно говорит, чтобы язычники не забрали ее, как они забрали Тору. Чтобы сохранить устную Тору, вам нужен только раввин, потому отобрать ее будет сложно. Вы видите, что они не забрали ее, даже несмотря на то, что христианство было создано после устной Торы, согласно вашему мнению. Они даже не взяли ее. Ясно скажем, что чтобы они не забрали устную Тору. И как вы знаете, именно тогда, когда было создано христианство, устную Тору было позволено записать. Случайно ли это? Точно после. Вы задаете неправильный вопрос. Вы должны спросить, какова причина того, что она не была записана ранее? Вместо «почему она не была записана ранее?» Или «где это написано?» Мудрецы ответили на это так, чтобы другие религии не забрали ее, не украли. Поэтому вы должны держать свои уста закрытыми и никогда не говорить. Если расскажем, заберут так же, как забрали нашу Библию. Только все согласны с тем, что Библия была дана евреям. Теперь перейдем к вашим основным аргументам. Простите, вы искажаете большинство из них. Если вы желаете, чтобы я научил вас, я более чем готов пригласить третью сторону и провести множество уроков по устной Торе. Вы цитировали правильно, но и вырывали вещи из контекста. Позвольте сказать, например, о женщинах. Почему не восхвалили их? Вы сказали только о рабе Ицхаке бен Йосефе, это мудрый раввин, живущий сегодня. Почему вы не спросили наших жен, как мы с ними обращаемся? Очень легко говорить, но давайте проверять в реальном жизни. Я могу позвонить жене и спросить, как я обращаюсь с ней. Это просто нонсенс. Я хочу сказать, как вы можете вырывать вещи из контекста и затем задавать вопросы. Почему так сказано? Почему вы не процитировали благословенному, даровавшему женщине большее понимание, чем мужчинам? Из трактата Нида, страница 45. И почему не процитировали, благодаря праведным женщинам, Израиль вышел из Египта? И почему не процитировали трактат Псахим, страница 108? Сказано, поскольку даже они были частью этого чуда, согласно Рожбаму. Есть и много других прославлений женщин в Талмуде. Я не могу взять каждого верующего в Ешуа и сделать его представителем, чтобы цитировать его и создать из этого целую историю. Наконец, о том, как мы обращаемся с женами. Я могу заверить вас, что я обращаюсь со своей женой, не знаю, женаты ли вы, намного лучше, чем вы со своей. В любом случае, я расскажу вам несколько простых правил, которым мы следуем. И это будет ответом на этот и множество других вопросов. Вы предполагаете, что мы что-то утверждаем. Затем, основываясь на этом предположении, вы утверждаете, что это проблема. В вашей книге, которая у вас здесь, страница 104, вы пишете, что больше нет необходимости. Вы утверждаете, что мы это говорим. Вот что вы пишете. Больше нет необходимости в жертвоприношениях. Вы говорите об этом и в других местах. Но 104 страница — это одно из них. Дорогой друг, мы молимся каждый день. Нужно приезжать в Иерусалим. Нужно приносить жертву в двир бейтеха, то есть в Иерусалимском храме. Важно провозглашать тикун хатсот. Каждый день. Мы говорим, нет больше необходимости, но мы плачем об этом. Мы не считаем, что это необходимо. Это просто пример вашего искажения слов Хазаль. И таков период Бейнава Царим. Три недели, которые мы проводим в слезах по Иерусалиму. И он заканчивается 9-го ава постом. Лично я, вы все мои свидетели, я плачу 9-го ава о храме и Иерусалиме. Даже сейчас, в период счета Аомера, была добавлена еще одна молитва после счета Аомера. «Милосердный вернет нам действие храма в скорости в наши дни». Первая глава Шульхана Рух. Еврейская книга Галахи в первой же части. Это противоречит тому, что вы сказали. «Милосердный вернет нам действие храма в скорости в наши дни». Амэн. Села. Мы полагаем, что есть большая подребность жертвоприношений в храме. Это противоположность тому, что вы написали. Это один из примеров искажения. Но позвольте мне рассказать вам о нескольких талмудических правилах, которые вы проигнорировали. Каждый, кто знает хоть что-то о Талмуде, знает, что глупо говорить, что Моисей принес вавилонский Талмуд. Нонсенс! Вавилонский Талмуд был попыткой восстановить забытые вещи, что тоже является одной из причин создания устной Торы. Об этом есть травинистические писания. Позвольте показать вам. Трактат Роша Шана, страница 26. Они узнали это от некой горничной. Женщины, кстати. Они узнали это от нее, домохозяйки. Трактат Шаббат, страница 9. Они узнали это от прачки. В трактате Таанид говорится, что есть еще одна женщина. Они воспользовались советом умной женщины. Они воспользовались советом умной женщины. Также сказано, что изучение врачебного трактата НИДА, страница 22. А что если врачи допустили ошибку? Вы сами сказали это в вашей книге на странице 123, что Хазаль копировали греков. Вы написали это. О, значит они не скопировали их ошибки. То есть вы считаете, что они скопировали у греков научные открытия? Это не их мудрость, это от греков. Глупости. Вы сами сказали, что это от греков. Вот причина их ошибок. Это очевидно, потому что они жили с греками. Они были под правлением греков. Они копировали у них. Я согласен. Но какое отношение это имеет к устной торе? Мы говорим, что у них также была устная тора. То есть все, что они сказали, было ли это от Бога? Кстати, в отличие от вас, мы не говорим, что Хазаль были божественными существами. Хазаль могли делать ошибки. Кстати, есть два типа Хазаль, как вы можете видеть в трактате Евамот. Страница 76.15. Если вы сообщаете о полученной вами Галахе, мы примем. Но если вы просто хотите доказать свою правоту, что значит, что это не закон, а учение. Так что это не совсем так, но есть и покаяние. Вот почему многие ошибки Хазаль заканчивались тем, что они сказали. Мы были неправы. Они не боялись признать, что они совершили ошибку. В трактате Неда, страница 3. Все, что вы сказали, было неправдой. Хорошо, может. Я тоже раввин, я могу ошибаться. Даже раввины, которые жили 2000 лет назад, могли ошибаться. Я не бог, как и они. Трактат Неда, страница 3. Трактат Хулин, страница 56.57. Много других случаев, когда мы признавали, мы сделали ошибку. Вот почему после Хазаль, раб Ешиягу решен, страница 62, писал, что ни один учитель, он говорил о Танаях и Амараях, не свободен от ошибок. Это правда. Но какое отношение это имеет к устной Торе? Вавилонский Талмуд — это не устная Тора. Он содержит устную Тору, но также и много других писаний мудрецов. Раби Саадья Гаон, особенно в преданиях, именно как вы цитировали то, что считаете неправильным. Раби Саадья Гаон и Раби Гай Гаон в Оцархагеоним, страница 65. С самого начала они говорили, что это был комментарий. С самого начала они говорили, что это приблизительно. Но вы решили сделать из этого большую проблему. С самого начала, согласно мудрости, это слова мудрых людей мира. Я не понял ваших аргументов. В Бытие 21 Авраам совершил ошибку, когда он не прогнал Ишмаэля из своего дома вместе с Агарь. Он прогнал Агарь, она женщина, согласно письменной Торе. Он прогнал ее точно так же, как в письменной Торе. Ицхак совершил ошибку и хотел благословить Эс-Сава, Бытие 27. В Бытие 29 Яков думал, что пастухи были ворами, но он ошибся. Он также думал, что Лея была Рахилью. И даже Маше, наш учитель в книге Левит, в 10 главе гневался на Аарона, пока Аарон не объяснился. Моисей ошибся, так неужели Хазаль не могли ошибаться? И это в письменной Торе, не в устной Торе. Мы никогда не говорили, что все является Словом Божьим. Но это то, что сказали мудрецы. Вышла одна книга, опубликованная Арье Нир, под названием «Ошибки, сделанные гениями». Я немного зачитаю вам из того, что в ней сказано. Ошибки, сделанные такими гениями, как Эйнштейн и другие. Если вы посмотрите далеко в прошлое, в период Хазаль, вы с легкостью найдете ученого, который делал ошибки, вне зависимости от того, насколько революционным он был. Он все понимал неправильно. Все. Будь он умным или гением, он все понимал неправильно. Хазаль не все поняли неправильно. Вы так сказали. И эти дебаты записываются, правда? Позвольте мне привести вам пример. Аристотель жил до периода Хазаль, и все его выводы в области физики были неверными. Мы говорим о периоде Хазаль, правильно? Неудивительно, что Ешу, Иисус, никогда не говорил таких вещей. Ешуа, простите. Итак, у Арье Нир сказано, все делают ошибки, и никто не говорит, что Хазаль были божественного происхождения. Тем не менее, я зачитаю отрывок из еврейской энциклопедии. Ее авторы, или по крайней мере большинство из них, говорят, что они не верят в устную Тору. Некоторые из них даже атеисты. Посмотрите, что они говорят о Хазаль. Это противоположно вашему аргументу. По определенным причинам он удивлен знаниями, которые показали Хазаль, учитывая время, в которое они жили. Он говорит, анатомия в Талмуде обширна. Это из раздела анатомия. Она полна деталей. И вы знаете, это светская энциклопедия. Может быть использована для описания здорового тела и больного тела, что делает ее хорошим пособием по препарированию. Вы сказали, что они скопировали это у греков. В энциклопедии говорится, в отличие от пособия греков по препарированию тела, некоторые детали удивительно точны. Вплоть до небольших хрящей в дыхательных путях, которые были обнаружены в западной анатомии в 17 веке. Его удивляют выводы Хазаль, и он вполне объективен. Они и вас также немного удивили. Но сказано на самом деле в вашей книге, на 52 странице, как вы сказали, что рабе Акива сказал нечто подобное вам. Идея греха, правильно? Вы были удивлены. Видите, устная Тора также может быть иногда права. Как бы там ни было, вопрос в том, что вы превращаете это в принципиальный вопрос. Но он таковым не является. У Хазаль также было кое-что под названием Асмахта. Что это значит? Некоторые цитаты в вашей книге — это Асмахта, ссылка. Это говорили Хазаль, вы цитируете это. Это было просто устное учение, призванное помочь запомнить. Они говорили, видите, это то же самое. Этот стих здесь напоминает о том, что было написано там. Вы всегда говорите, это никогда не было нигде записано. Они также говорили это, они просто утверждали, что это ссылка. Именно поэтому мы можем продолжать спорить о каждом стихе, верный он или нет. Иногда вы правы, в стихе не говорится о том, о чем мы думали, что он говорит. Мы можем спорить целый день. Я делал это раньше с мессианскими евреями. Но это не принципиальный вопрос. Просто не принципиальный. Суть в том, что существует устная Тора, и именно это я доказал Если она говорит нам о вещах, которые не может сказать ни один человек, и таких вещей много Как они могли знать точную дату? Это не то же самое, как он говорит В устной Торе так много книг В других религиях тоже много других книг Вы ищете подобные вещи Вы сами сказали, что Библия огромна Сколько книг написали Хазаль? Последних, нетрадиционную устную Тору Сколько их? Там указана точная дата Какова вероятность этого? Точная дата Какова вероятность пророчества о том, что точно 600 тысяч евреев вернутся в Израиль? Какова вероятность этого? Вы ясно можете видеть, что устная Тора была Знаете, как мы всегда говорим Если в устной Торе был заговор Тогда и завет Моисея Тоже заговор И, кстати, некоторые из процитированных вами стихов Я могу поспорить с ними То, что вы сказали о Шафане, который принес Тору Этот стих, который вы процитировали, говорит о том, что устная Тора нигде там не упоминается Были упомянуты только детали, касающиеся этой истории Как это связано? Как вы можете утверждать, что это справедливо для всей Торы? Я не понимаю Даже нейтральные переводчики писали эти слова Они никогда не писали слова Вы можете видеть, что эти слова, они все были написаны там Написаны эти слова Потому некоторые вещи, сказанных вами, верны И я согласен с ними Но они не противоречат устной Торе Вот что я пытаюсь сказать Я думаю, что некоторые вещи, которые вы здесь сделали Это можно сравнить со скандалом Особенно, когда вы цитируете современных раввинов Вырывая слова из контекста Я сказал вам, что настоящая проверка Это то, что на самом деле, по нашему мнению, означает устная Тора Вы говорили о рабе Ицхаки Йосефе Как будто он олицетворяет Хорошо, что вы не сказали «великий рабе» Но даже он, главный раввин Израиля, может говорить странные вещи Все в порядке, мы все ошибаемся Что действительно важно, так это то, что я уважаю свою жену Я говорю о себе, поскольку вы сказали, что я потомок фарисеев Уважаю ли я свою жену или нет? Вот какой вопрос вам стоило бы задать Если у меня 9 родных и двое приемных детей, всего 11 Да, у меня есть приемные дети, понимаете? Двое приемных детей и еще 9 моих собственных Потому моя семья – это хорошо функционирующая семья Я не думаю, что у каждой жены должно быть 9 детей И как я говорил, вы также исказили слова Маймонида Который сказал, что муж может обращаться с женой как с вещью Почему вы не прочитали законы о запрещенных половых связях? В нем говорится о том, что такие половые связи запрещены Именно это хотел нам сказать Маймонид Он сам сказал, что есть сыновья жертв изнасилования в Шульхана Рух, страница 240 Что значит, что нельзя насиловать женщин Вы утверждаете, что мы говорим обратно? Так писали Хазаль, конкретно Маймонид Вы просто выбрали то, что хотели из какой-то другой Галахи Вы не выбрали ничего из того, что противоречит вашим аргументам Например, о том, что не должно насиловать женщин Вы говорите «должно» Вы перевернули это с ног на голову Я раввин, я знаю о Торе немного больше, чем вы, понимаете? Больше вас Кстати, у меня есть собственное толкование Торы в пяти томах Я знаю кое-что о Торе, понимаете? О Торе как таковое, о котором вы говорите У меня есть собственное толкование Торы в пяти томах Я работал над ним в течение 11 лет Потому я кое-что знаю о Библии, самую малость Простите, но вы полностью исказили стихи По крайней мере, многие Я никогда не говорил «все» Я никогда не говорил, что вы полностью не правы во всем Но я говорю, что вы исказили многие вещи А затем вы задаете вопросы на основании этих искажений И я готов ответить на каждый из них, но у меня недостаточно времени для этого Поэтому я рассказываю вам наши простые правила, которые почему-то не так просты для вас И я думаю, что они отвечают на все ваши вопросы Отлично, спасибо Я рад, что вы в течение 12 лет писали книгу о Торе И что это должно провергать... Да Я не совсем понял, какое это имеет отношение к проведенным мной цитатам Маймонида Потому что Маймонид не существовал в период Торы Это устная Тора, это нечто другое Это две разные вещи, раз уж вы упомянули это В любом случае Я говорил о Маймониде Теперь я отвечу на некоторые, я думаю на большинство ваших прошлых аргументов И некоторые из последних Вы говорите о 44 главе Исаии и каким-то образом перепрыгиваете к трактату Ктубот А затем говорите, что на самом деле там есть пророчество о Холокосте Я утверждаю, что то, что устная Тора, Талмуд, говорит о Холокосте Это только потому, что это было скопировано из письменной Торы Потому что мы уже можем видеть это во второзаконии Задолго до того, как появились толкования Талмуда Совершенно очевидно, что Талмуд скопировал Тору Он не дает нам никакой новой информации Вы знаете, даже после Торы Я читаю это сейчас со своим сыном Ассафом Ему всего 8 лет, но мы читаем Библию от начала и до конца Прямо сейчас мы читаем Исаию и Иеремию И мы снова и снова повторяем эти пророчества Апокалиптические пророчества о всех видах Холокостов в истории еврейского народа Почему? Потому что они перестали следовать Божьему пути Тот факт, что сотни лет спустя Талмуд говорит то же самое Не доказывает ничего об устной Торе Это доказывает только то, что они скопировали это из письменной Библии Кстати говоря, о Холокосте и Апокалипсисе В результате того, что евреи забыли Божественный путь Когда мы как народ отвергли Мессию Иисуса, был разрушен храм Пророчество об Израиле, вы упоминали его Это то же самое Пророчество, говорящее нам, что евреи вернутся в Израиль Мы можем найти это в Библии, в книге Езекииля, где-то между 34 и 37 главами И вы можете увидеть эти пророчества, говорящие нам, что Бог вернет евреев в Израиль Тот факт, что тысячу лет спустя Талмуд оглянулся и скопировал это Ничего не доказывает об устной Торе Идем дальше Атеизм Я не знаю, я не понимаю, как это доказывает устную Тору Я на вашей стороне, я не атеист Я просто не понимаю, какое это имеет вообще отношение к устной Торе Вы упомянули Ишуа и прокомментировали его пророчество о камне на камне Обратите внимание на контекст Он говорил о храме в Иерусалиме, о разрушении Где он это сказал? Сейчас моя очередь Это именно то, что произошло 40 лет спустя, в 70-м году н.э. Даже если Иисус был джем-мессией, это не доказывает устную Тору, окей? Даже если это правда Опять же, он говорил о разрушении храма, контекст очевиден Следующий аргумент По сути, ваш аргумент в пользу устной Торы был следующим Чтобы другие религии не украли ее у нас, она передавалась устно Минуточку, почему же тогда нормально, что письменная Тора и вся Библия будут в письменном виде? Подождите, они не могут украсть то, но нормально позволить им украсть это Для меня это не имеет никакого смысла Я не понимаю, как это может доказать существование устной Торы Это бессмысленный аргумент Логическое противоречие Теперь о женщинах Вы потратили много времени Когда я цитировал то, что было сказано в Талмуде о женщинах Я цитировал толкование современных раввинов В частности, чтобы вы не сказали, что я вырываю вещи из контекста Я представил вам ваше собственное толкование этих вещей Как в случае с дурно пахнущей женщиной Но этот вопрос является предметом спора Вы потратили много времени, обсуждая это, но это второстепенное Я действительно рад, что вы добры к своей жене Я уверен, что вы чудесный отец и чудесный муж Мне жаль, если я каким-то образом обидел вас Но я не пытаюсь ни на кого нападать Я хотел обсудить вопрос Итак, то, что вы добры к своей жене Это прекрасно Но это не компенсирует того, что сказали Хазаль И тот факт, что там и там в Талмуде вы находите слова Вроде «благодаря праведным женщинам» и тому подобное Не компенсирует все плохое И, кстати, мне показалось интересным, что мы вышли из Египта благодаря им Но эта история не из устной Торы, она из письменной Торы И спасибо Богу, что Девора, пророчица, женщина библейского периода, была там И она так же Они скопировали Вы упомянули тему, о которой я говорю в своей книге О науке, что Хазаль скопировали что-то у греков И почему я цитирую только глупые вещи, а не разумные Я согласен, они скопировали мудрые вещи так же, как и глупые Но поскольку я смотрел лекции, в которых раввины говорили Вот пример мудрости Хазаль Не уточняя, откуда Хазаль это взяли Я должен показывать правильные вещи Это не значит, что там нет глупостей, я согласен Вы также потратили много времени, рассказывая нам, что в устной Торе много мудрости Я согласен, я говорил с самого начала, что в устной Торе много мудрости Но много мудрости есть так же в индуистской литературе И в буддизме, и в исламе, в Коране Вы можете найти множество мудрости много где Это не доказывает, что все это было дано Богом Это доказывает лишь то, что у людей есть мудрость и логика Которым они следуют и на которых они основывают свои писания Это нормально Вы привели пример, вы сравнили Аристотеля и Эйнштейна и сказали Они так же делали ошибки Даже гении Эйнштейн и Аристотель Но это не очень хорошее сравнение Поскольку они никогда не утверждали, что то, что передают нам, было дано им от Бога Устно Они никогда такого не заявляли А Хазаль заявляли, и в этом разница Потому стандарт, шкала, по которой я сужу об Эйнштейне Это о науке и об Эйнштейне как человеке Потому что он всего лишь человек Но когда Хазаль говорят нам, что это заповедь, вы должны исполнять ее И что женщина, которая не отделяет тесто для жертвы, будет наказана во время родов, во время... В Шаббат Да, и это сказано с Божьей властью И вы не можете ошибаться в таких вещах Нет таких слов Возможно, они ошиблись Нет такого Если кто-то говорит об Устной Торе, что она была дана Моисеем И он говорит, ошибка Тогда он в суе употребляет имя Бога И делая так, он ведет людей в погибель Это неприемлемо Итак, я думаю, что я превысил свои 10 минут Не знаю, верно? У меня есть еще немного времени? О, отлично, прекрасно Хорошо Я думаю, что я, по сути, сказал все, что хотел сказать Поэтому возвращаемся к вам Во-первых, вы ничего не ответили Я сказал вам, что сказано о 600 тысячах евреев Почему был упомянут конкретный год? Где это написано в Письменной Торе? Согласно традиции о царе, тогда только они могли понимать Письменную Тору Потому что Письменная Тора никогда не упоминала, что царь относится к Богу Это было упомянуто только в традиции, которая передавалась Хазаль Где 600 тысяч в Письменной Торе? Вы не поняли аргументов об атеистах Это моя проблема, это ваша проблема То есть вы признаете, что это сложно, у вас нет оправдания Вы сказали, я не понял Все то, на что ответили словами, я не понял, все это было решено То, что вы говорите о женщинах, опять же, вы вырвали слова из контекста Если мы с вами подойдем к рабе Ицхаку Йосефу и спросим его Разве так нужно обращаться с женщинами, к раввину, которую вы цитировали? Скорее всего, он скажет нет Это именно то, что мы называем вырыванием слов из контекста Причем здесь это все? Наши великие раввины, Хазаль, вы и их слова вырвали из контекста Вы также сказали, что они делали вид, что говорили от имени Бога Но они не утверждали такого в каждом случае Они также шли дальше и говорили, мы сделали ошибку Я говорил об этом, вы ничего не ответили На самом деле вы ничего не ответили Вы можете понять это из письменной торы? Как вы можете понять, что 600 тысяч приедет в Израиль? Как вы вообще можете понять, что сразу после того, как они нарушат свою клятву приехать в Израиль Они будут наказаны Холокостом? Они не оставляли письменную тору Я ясно сказал о причинах возвращения в Израиль и о Холокосте Это написано в письменной торе Я просто рассказал вам детали, и вы не ответили Вы сказали, все уже было написано Они скопировали это Откуда же они скопировали что-то о Холокосте? Что если они не придут в Израиль, то пострадают от Холокоста, этого нет в письменной Торе. Откуда они скопировали о 600 тысячах евреев, которые вернутся в Израиль, и что в Израиле будет 600 тысяч? Где это в Торе? Где написано, что в 5707 году эти 10 человек будут повешены? Плюс вся эта история, которую мы обсуждали. Другими словами, вы не ответили ни на что, и вы также исказили многие слова, как, например, о разрушении храма, что вы упоминаете в своей книге. Вы исказили слова раввинов, некоторые из них. Я не говорю, что вы исказили все, кое-что было верно. Вы выбрали плохие статьи. Если мы посмотрим на Бенемин Натаньяху и все, что он сказал, мы будем искать, что он сказал плохого о женщинах, я уверен, что мы что-то найдем. Я сказал кое-что в их поддержку. Почему вы не процитировали это? Будьте справедливы. Если вы цитируете плохое, вы должны цитировать и хорошее. Знаете, все говорят и хорошие слова, и плохие, понимаете? Почему вы не процитировали «никради у язычника»? Это значит, что нельзя красть у язычника. Почему вы не процитировали это? Вы процитировали, что можно убивать язычников. В некоторых случаях евреям позволено убивать, согласно Библии, не только устной торик. Даже согласно Библии, убийство разрешено в некоторых случаях, даже если это евреи. Потому да, так же и в отношении язычника. Но нельзя красть у язычника, это ясно сказано в Галахе, не говоря уже об убийстве язычника, не дай Боже. Потому я думаю, что все, что вы сказали, это искажение. Большинство из того, что вы сказали. Не все. Поправлюсь. Искажение реальности. Вы процитировали людей, которые сказали, Давайте вместе пойдем и спросим их, и так ли следует обращаться с женщинами, понимаете? Процент разводов среди ортодоксальных евреев низкий, слава Богу. Я думаю, у нас... Вы можете иметь такую же гармонию в браке, как у нас. Вы приходите домой, у вас нет айфона, ничего такого. Вы общаетесь со своей женой, со своими детьми, вы с ними. Вот почему я думаю, что когда вы сказали об употреблении имени Бога в суе, я не понял контекст. Даже сейчас мы используем имя Бога в суе, но мы никогда не говорим, что мы говорим от Бога. Когда я скажу вам, это слова Божьи, но я солгу, если уж вы настаиваете, тогда мы употребляем имя Бога в суе. Но когда я говорю вам, я говорю от себя, точно так же, как мы говорим сейчас, так же, как мы наверняка поговорим после дебатов, гуляя вместе. Употреблять имя Бога в суе? Или Эйнштейн употреблял имя Бога в суе? Они не говорили этого. Они говорили, мы ошиблись в том и в этом, что значит, мы не говорим от имени Бога. Они сказали только некоторые вещи, кое-что было забыто. Есть некоторые вещи, которые мы тоже говорим сами. Вот почему я думаю, что все, что вы сказали, простите меня, не считается весомым аргументом. Тем более серьезным аргументом. Вот что я думаю, и я считаю, что я прав. Я также читал вашу книгу, и вы исказили очень многое. У меня есть определенные знания об устной торе, этот аргумент об устной торе, не об Иисусе. Вы сказали, давайте не спорить об Иисусе. Хорошо, об Ишуа. Хорошо, мы не будем спорить об Ишуа. Но когда речь заходит об устной торе, я знаю немного больше вас, и вы исказили многие вещи. Я думаю, что все ваши аргументы неверны. Я ответил на то, что мог в рамках отведенного времени. Хорошо. Итак, теперь мой ответ. Я пройдусь по своим аргументам, и затем сразу же обращусь к вашим аргументам. Мой первый аргумент заключался в том, что письменная тора и вся Библия никогда не упоминают устную тору. Вы дали некоторое объяснение, и я уже ответил. Второй аргумент. Моисей сам не знал об устной торе. У него не было никаких ответов из устной торы, и он просто спрашивал Бога. Третий аргумент. Главные герои и авторы торы никогда не знали, не упоминали, не цитировали устную тору. Четвертое утверждение. И, кстати, даже если устная тора передавалась среди евреев, вы все равно ожидаете увидеть какие-то ссылки на нее в Библии, даже если она была тайной. Но и у нас нет ни одной ссылки. Четвертый аргумент. Торо ясно утверждает, что все записано. Не какие-то конкретные случаи, а вся тора. Пятое утверждение. Нет последовательности. Они не праздновали праздники в течение сотен лет. Как же такое могло случиться, если у них все это время была устная тора? Шестой аргумент. Евреи и Эфиопии. Вы даже не сказали об этом. Они полностью противоречат устной торе. Седьмой аргумент заключался в том, что священство с Уримом и Тумимом должно было спрашивать ответы у Бога посредством Урима и Тумима. Саддукеи не верили ни в какую устную тору, а они священники, они те, кто получили тору. Так что это не имеет никакого смысла. Мы увидели много противоречий с наукой, много противоречий. Когда доходит дело до низкого уровня этики устной торе, я говорил об этом или о женщинах. И я понял, что вы все свои силы направили в ответ только на девятый аргумент. И я думаю, что это вопрос этики. Немного более объективный, чем этот. Мы можем поспорить на данную тему. Знаете что? Не важно. Забудьте. Остальное не так важно, как то, что я сказал до этого. Вопрос этики вторичен. Десятый аргумент. Вы полностью проигнорировали его. Это вопрос о том, какая устная тора правильная, потому что их существует несколько, и они противоречат друг другу, как показывают исследователи. Их несколько. Сначала я отвечу на некоторые вопросы, которые вы спрашивали до этого. 600 тысяч. Вы никогда не показывали мне. Вы не процитировали ничего о 600 тысячах из устной торы. Вы выбрали некую страницу, затем начали жонглировать терминами, буквами. Посмотрите на это слово, затем на то слово. Все эти каббалистические игры. Вы не процитировали никаких стихов один за другим, а затем устроили целое шоу, чтобы показать, что одно предложение... Не знаю, возможно, я глупый, но я не понял, как это доказывают устную тору. Зрители решат сами, возможно, это только я такой. Не знаю. Вы привели в качестве примера Бенемина Нетаньяху. Опять же, это то же самое, как с Эйнштейном. Нетаньяху не говорил что-то и затем не утверждал, что это божественная устная тора. Хазаль так делали. Теперь перейдем к убийству. Кстати, непреднамеренное убийство и умышленное убийство — это две разные вещи. Но я хотел бы завершить цитатами некоторых людей, некоторые из них были религиозными. Профессор Авикдор Шанан. Я уверен, что вы знаете, кто это. Он эксперт в области литературы Хазаль в Еврейском университете Иерусалима. Обратите внимание особенно на следующие его слова. Я профессор Еврейского университета в Иерусалиме, и область моих исследований — это еврейская литература подбиблейского периода, то есть все, что было написано евреями, начиная со II века до н.э. Мишна, Талмуд, Сидур, Агада и переводы Библии. Наше ведущее богословие сегодня, что касается иудаизма, это не богословие Библии. Галаха, которой мы руководствуемся сегодня, — это не библейская галаха, это галаха Хазаль. Это противоречит тому, что вы сказали, что она передавалась в тайне. Она просто никогда не существовала. Кто сказал, что я согласен с этим? Конечно, вы не согласны с этим, могу себе представить. Кстати, он религиозный. Еврейская галаха, заповеди Шаббата, заповеди Кашрута, все, о чем вы можете подумать, — это не Исторы или Библии. В Библии нет синагог, в Библии нет молитвы Кадиш, в Библии нет Кольни-Дрей, в Библии нет Бармитсвы, в Библии нет Талита. Все то, что определяется как еврейское, если вы проследите его происхождение, оно не из Библии. Это Хазаль. Вот откуда все началось. Это значит, что это противоречит всему, что вы сказали о том, что оно передавалось тайно, потому что если бы так было, мы видели бы эти традиции в библейский период. Это сказали Хазаль, не я. Профессор Шай Розен Цви, глава отдела Талмуда в Талевьевском университете, написал книгу между Мишной и Медрашом о попытке раввинов утверждать, что устная тора древняя и берет свое начало из библейского периода. Обратите внимание, цитирую. Различные источники писаний Хазаль утверждают, что устная тора была дана во время Завета Моисея. Эти аргументы основываются на умозрительном восстановлении и даже на мифических мифах и на спорных мотивах, которые ничего общего не имеют с эмпирическими фактами. У нас нет источника периода до Хазаль, который мог бы подтвердить эти аргументы относительно устной торы. Это профессор, а не какой-то. И что? А не какой-то миссионер, который ничего не знает и пытается исказить. И что? Почему они думали, что они говорили иначе? Скажите им. Итак, они так сказали. Окей, то есть они тоже искажают. Хорошо. Профессор не бог. Профессор Алан Аверипек, исследователь в области иудаизма, эксперт по писаниям Хазаль. Они все евреи. Обратите внимание на его слова. Раввинистическую идею устной торы нельзя считать серьезным собранием правил и толкований, которые существовали на протяжении истории народа Израиля. Вы можете сказать, что я искажаю и вырываю слова из контекста, но вы не можете сказать, что... Хорошо, вы можете сказать это об этих профессорах, но сказал ли я что-то о профессорах во время нашего разговора? Нет, но вы не дали мне ни единого шанса ответить. Это очевидно, что я не могу ответить на все всего за 10 минут. Я даже не знаю, о чем вы хотели бы поспорить. Вы действительно ожидаете, что я отвечу на все, когда дали мне всего 10 минут, даже если бы был ответ. Окей, но... Но вы не ответили ни на один вопрос. Вот в чем разница? Как могло быть сказано Ташаз? Нет, это всего лишь спекуляция, сказали вы. Как они вообще могли это знать? Шансы нулевые. Как они это сделали? Подождите, я ответил минутку. Моя очередь говорить, я ответил. Ваши пять минут прошли, нет? Я ответил, я сказал, что лично я не понял это объяснение. Хорошо, итак, вы не понимаете это. Не начинайте оправдываться. Хорошо, итак, вы не поняли это. Вы признались. Я сказал, что я не понял этого. Зрители решат. Я сказал это. Окей. Все вот это вот джонглирование. Я понимаю, о чем вы говорите. Я могу сказать, что то, что мы сказали неправильно, согласно устной Торе. Вы цитировали только предложения, которые вам казались подходящими. Хорошо. Хорошо, и снова, все, что касается этики. Если бы у меня было достаточно времени, я бы ответил на все. Я могу это сделать. Если бы мы, все, что касается этики, это вторично. Что касается моих аргументов, вы не ответили. Такой вы ток. Вы начали говорить о своей жене. Это ваше утверждение. Хорошо, вы. Я ответил на некоторые. Не было времени. Вы выбрали. Я могу ответить на все, но не было времени. Вы выбрали, как отвечать. Но в рамках времени я ответил на некоторые ваши вопросы. Да, но сейчас мое время. Вы не ответили ничего. Я не прервал вас. Но ваши пять минут прошли. Нет, у меня еще есть немного времени, позвольте закончить Хорошо, но я просто хочу сказать, можно? Да, конечно Вы решили потратить время на рассказ истории о своей жене и раввинах Вы распланировали свое время, не вините меня Я не виню вас, разве я винил вас? Да, вы постоянно говорили, у меня недостаточно времени И тем не менее вы решили Нет, у меня не было проблем с ответами ни на что, я не винил вас Итак, вы выбрали те вопросы, на которые, по вашему мнению, важнее всего ответить Правильно Я не выбирал за вас, не вините меня Правда, я не могу винить вас Вы знали это, вы выбрали говорить первым Правда Вы могли бы использовать это время, чтобы сказать мне Эйтан, ты первый, я хочу ответить на твои вопросы Нет, нет, мне достаточно, подождите минутку Я могу ответить на все остальное Но я сказал, это то, что я хотел Хайм, Хайм, я говорил вам перед этим Я дал вам честь выбирать, когда говорить Правда Вы могли сказать мне, Эйтан, выбирай И у вас было бы 30 минут Я не жалею об этом, чтобы ответить мне Но вы продолжали говорить, у меня недостаточно времени Даже 30 минут недостаточно Вы говорите мне снова и снова, у меня недостаточно времени. Но не говорите мне, у меня недостаточно времени, если вы выбрали говорить первым. Я говорил вам, вы хотите сказать, что я не на все ответил? Это тяжело для вас. Я говорю вам, что я не ответил на все, потому что у меня недостаточно времени. Но поскольку я не ответил на ваши вопросы, это доказывает, что я могу ответить на все. Я не хотел, чтобы вы начинали первым, но окей, это то, что вы думаете. Я не думаю, что вы доказали. Мы можем проверить это. Послушайте, я не услышал никаких доказательств устной Торы, и не услышал ваших доказательств того, что я не прав. Единственное, что мы могли сделать, это обсудить отношения к женщинам. Это все, что вы сделали. Остального не было. Это все. Но это доставило мне массу удовольствия. Я думаю, что я ответил. Я также получил удовольствие. Правда? Отлично. Конечно. Этот разговор... Я хочу, чтобы зрители знали, что этот разговор был между евреями. Правда? Я не какой-то язычник-швед, который пришел сюда, чтобы поспорить или что-то такое. Вы не язычник, но я думаю, что вы ведете себя как один из них. Я... Подождите, я отращиваю бороду и начал носить черное. Я люблю вас. Я сказал вам об этом в СМС. Это именно то, за что я люблю вас. Но я считаю, что вы не ответили ничего. Вы только коснулись вопроса тут и там, но перекрутили слова. Это решат зрители. Я сказал, что это мое мнение. Я не говорил о зрителях. Пусть они, пусть они. И я. И я тоже. Я очень рад, что мы это сделали. Да, действительно. Это было весело. Это хороший и здравый разговор между евреями. Конечно, просто я не ответил на все, потому что у меня не было времени. Я могу ответить. Я бы отвечал вам, а вы отвечали бы мне. Верно, но вы так и не ответили ни на один из моих аргументов. Я ответил хотя бы на некоторые. А потом мы бы говорили в течение 10 часов. Как вы объясните Ташас? Как вы можете объяснить 600 тысяч? Вы сказали, вы ничего не показали мне. Попросите показать, я покажу. Ялкут Шамоней. Я дал конкретный источник. Я сказал. Большинство слов я цитировал правильно. Мегила, страница 6. Ктубот, страница 111. Я сказал вам. Я имел в виду точные цитаты, но не важно. Хорошо. Я сказал вам, что в Эстер-Раба, глава 3, говорится Ташас о царе, что говорит нам о Годе. Правда. Я дал вам источник. А потом, я не осуждаю вас, если вы не знаете источник. Вы показали мне это жонглирование. Это... Я понял это, но этого недостаточно, чтобы убедить меня. Выделение букв. Нет, это маленькие буквы. Это традиция. Книга Исфирь, одна и та же во всем мире, задолго до Холокоста, понимаете? Я просто скопировал это и показал вам. Но книга Исфирь, она часть Библии, а не устной Торы. Но устная Тора толкует книгу и говорит, что царь значит Бог. Затем мы читаем ее и на основании этого толкуем эти стихи. Для меня это выглядит как игра. Хорошо, игра. Они просто предположили правильный год. И эти 600 тысяч, все просто случайно. У вас нет точного года. Все случайно. Я думаю, что вы фанатично верите в вероятность, как атеисты. Хорошо. Видите? Я думаю, это просто манипулирование буквами. Я так не думаю. Манипулирование буквами. То, что вы сказали, было манипуляцией. Почему? Вы процитировали разное. И что? Я могу процитировать Нитаньягу? Просто выберите личность. Я процитирую ее. Кого вы желаете, чтобы я процитировал? Но ведь Нитаньягу никогда не утверждал об устной Торе. Кто этот? Кто тот? Я могу рассказать об одной вещи, которую вы сказали. Вот послушайте, что он сказал. Вы сказали, устная Тора говорит, забудьте это. Я процитирую все остальное. Именно как вы сказали. Послушайте, что он сказал. Некоторые слова, которые вы сказали, да, но на тенях он никогда не утверждал, что Бог что-то дал ему, я надеюсь. Также и они никогда не говорили этого ни о чем. Это то, что я сказал. Они говорили, я ошибся тут, я ошибся здесь. Окей. Еврейский Талмуд, не все в нем пришло от Бога. Но суть в том, что существует традиция устной Торы. Это аргумент. Знаете, в Иерусалимском Талмуде, который, насколько я знаю, меньше, сказано, что даже то, что опытный ученик спросит у своего раввина, уже было сказано Моисею на Синае. Хорошо, но вы читали толкование? Прочитайте. Вы не поняли и вы усложняете задачу. Давайте оставим толкование. Толкование было написано еще до вашего рождения. Раввин, который читает, что? Раввин, который читает это, к чему он может потенциально из этого научиться? Он учится. Он читает традиционные толкования. Они получили это от учителя через поколение. Окей, но что это может потенциально сказать ему? Разве не толкует это так, как вы, кто-нибудь? Но что это говорит ему? Это вопрос. Я не толкую. Они сказали что-то, как притчу. Вы приняли это как есть. Послушайте, я не толкую. Я просто читаю. В этом и проблема. Но что это значит? Как вы сказали, есть много притч. Минуточку, послушайте. Иносказание на стене. Объясните мне это. Я хотел показать вам, но... Окей, пожалуйста, дайте мне толкование. Притча — это иносказание, не Тора. Вы путаете. Даже то, что опытный ученик спросит у своего раввина, уже было сказано Моисею на Синае. Хорошо. Можете мне это объяснить? Есть другое учение. Подождите, вы можете объяснить мне это? Не уходите в другую тему. Нет, я покажу вам все учения, чтобы вы увидели, что все сходится. Нет, нет, объясните это. Это значит, что у нас есть Галаха. Вывод — он знал ее. Окей. Моисей знал всю Тору и ее выводы. Окончательные выводы? Так зачем все это обсуждение? Да, истинные. Истинные выводы, такие, как у ученика, изучающего Тора. У Моисея были выводы. Это было забыто, поэтому мы обсуждаем, чтобы восстановить. Именно это написано о нем в Медраше. Но если есть... Есть учение Раби Акивы, и некоторые говорят, что это еще одна притча, но это не было на самом деле от Моисея. Вам нужно понять. Маймони сказал, что если вы не выучили все Медраши, он сказал, ходит во тьме и всякие сложные вещи. То есть вам нужно понимать учение Хазали еще до того, как вы начнете изучать его. И он сказал, что это всего лишь притча, рассказанная в Ешиве Раби Акивы. Он не понимал Раби Акиву. Что это значит? Итак, Орахаим и даже Раши сказали, что дарование Торы — это первичное. Это учение. Согласно Раше, оно такое, как есть. И это не иносказание. Орахаим и многие толкователи, писатели то, что я только что сказал, что он знал выводы, но он не знал обсуждений. Раби Акиве пришлось добавить обсуждения, потому что люди уже забыли все. Моисей не знал обсуждения, но он знал выводы. Он получил выводы, и не все сразу. Мы говорим об этапах. Вот почему ему пришлось спрашивать Бога. Хазаль сказали, что он получал книгу за книгой. Написаны книги и устную Тору. Он получал их одну за одной. Не все сразу. И когда его спрашивали в тот момент, он не получил их еще. Где здесь аргумент? Нет наказания по устному закону. Вы знаете, что это значит? Почему в устной Торе нет наказания? Потому что в устной Торе есть галаха. Нет наказания по закону. Поэтому вопрос неактуальный. Все, что вы спрашивали, это все становится неактуальным. Если вы по-настоящему знаете устную Тору. Я думаю, что я знаю кое-что больше, чем вы о ней. Вот почему я говорю вам все это. Я не сомневаюсь, что вы знаете Талмуд в тысячу раз лучше, чем его знаю я. Это не меняет того факта, что, по моему мнению, но зрители решат сами. Вы не доказали, что устная Тора была дана Богом во время Завета Моисея. Я считаю, что вы не опровергли. Я считаю, что я это сделал, но каждый из нас решит для себя сам. Правда, я согласен с вами в этом. Каждый из нас решит для себя сам. Хорошо, отлично. Отлично. Спасибо. Продолжение следует.